И встречаем ведущую Александру Федоренко. Спасибо большое. Дорогие гости, члены клуба Тутмастерс ООПСМОФОРМА, я хочу вас поприветствовать в нашем клубе и хочу еще раз повторить тему сегодняшней встречи философия бизнеса, цели, смыслы, социальные проекты. Перед тем, как мы начнем, небольшой диалог. Я бы хотела зачитать несколько предложений и услышать ваше предложение, чья философия, чьей компанией или чьих компаний эти предложения, к какой компании они могут относиться. Хорошо? Интересы пользователя превыше всего. Microsoft, Apple. Лучше делать что-то одно, но действительно хорошо. Ford. Еще идея? Чем быстрее, тем лучше. Вы на старте? Конечно. Да-да-да. Ford. Ford. Хорошо. Мы верим в... Не могу прочитать свою почерку. Через минуту вернусь. Бизнес должен приносить пользу всем. Тинькофф. Хорошо. Информации больше, чем кажется. Google. Я очень ждала, когда кто-нибудь скажет Google, потому что абсолютно все эти предложения и все эти мысли относятся именно к философии Google. Практически в самом начале образования компании они сформулировали 10 принципов, которые являются основными для философии их бизнеса. И как мы видим, как раз таки эти принципы помогают им расти и развиваться. И на данный момент являются одной из лучших, наилучших компаний мира, в которой стремится работать, пожалуй, каждый. Если мы говорим про философию бизнеса, конечно же, мне хочется несколько слов сказать о той компании, о философии компании, в которой работаю я. Я являюсь брендом-массадором компании Перно Рикард. Это алкогольная компания. Но, как вы думаете, какая у нас миссия, какая у нас цель и какая у нас философия? Какой у нас философия? Сделать людей счастливее. Сделать людей счастливее. Веселые свадьбы. Веселые свадьбы. Ну, свадьбу мы пока еще не организовывали, хотя все в будущем. Примерно так. Если мы будем формулировать нашу философию, она формулируется одним словом, которое очень трудно переводится на русский язык, но я думаю, что многие из вас знают английский язык, conviviality или conviviality. Или по-русски, как мы формулируем, творцы праздничного настроения или творцы праздничной атмосферы. И, конечно же, каждая область нашего бизнеса пронизана этой философией и помогает нам каждое утро вставать на работу и радоваться жизни. Наверное, если бы не было бы этой философии, она была бы другой, направление работы компании было бы чуть-чуть другим. 18,5 тысяч человек по всему миру, опять же, не стремились работать в данной компании. Попасть в нее, как оказалось, очень сложно. Мне просто очень сильно повезло в какой-то момент. И сегодня, когда я буду представлять наших экспертов, наших спикеров, мы несколько слов скажем о том, какая философия у них, у бизнеса, или как раз таки, если они не работают, то какая их жизненная философия. Нам очень важно не просто развивать свои ораторские способности, но также следить за своей грамматикой и за чистотой речи. И сегодня я бы хотела вам представить Анну Ильину, эксперта по чистоте речи. На данный момент она не работает, находится в поиске. Обратите внимание, и перед тем, как я дам ей слово для того, чтобы она рассказала о своей сегодняшней речи, мне бы хотелось, чтобы она также ответила на вопрос. Насколько важно, чтобы философия человека совпадала с философией бизнеса? Анна Ильина, эксперта по чистоте речи. Спасибо. Ответ на вопрос. Я думаю, это принципиально важно, чтобы личная философия совпадала на 90% с философией, с вашей компанией, потому что в другом случае будет очень сложно работать, и через какое-то время вам придется уйти и искать новую работу. Что касается моей сегодняшней роли, я буду внимательно слушать выступления всех участников и отслеживать слова-паразиты, звуки-паразиты. У всех они разные, но у меня это ну и но. И в конце речи я дам свой отчет. Спасибо. Оценивая саму себя, сегодня я, наверное, буду в топе по грязи в моей речи, по оконям и оконям, но помимо чистоты речи мы будем сегодня следить за грамматикой. Я бы хотела пригласить на эту сцену нашего эксперта по грамматике и человека, который нам также представит слово дня, Дарью Сорокину. Она является креативным директором сайта, который вдохновляет нас на путешествия. Дарья Сорокина. Спасибо. Каждый раз, когда я выхожу сюда, я представляю свою новую профессию, новую работу. Теперь я креативный директор и главный редактор сайта. Привет. Поэтому сегодня у меня как раз моя роль тесно связана с моей профессией. Я буду смотреть и очень внимательно слушать и оценивать красоту и, ну, в первую очередь, красоту вашей речи. Потому что каждый из вас знает, что, встав на эту сцену, нужно не просто зацепить своим голосом, зацепить яркими интонациями, но зацепить еще и какими-то необычными выражениями, которые проникнут в мозги, в умы всех слушателей, останутся там, заставят задуматься. И, возможно, вы именно эти выражения красивые унесете с собой. Напишите классные заметки в Фейсбуке на эту тему и так далее. Итак, сегодня я слежу за красотой речи, выбираю красивые и не очень выражения. Вот это вот нафига компания работает уже прям в копилочку. Все? Спасибо. Перед тем, как я представлю нашего следующего эксперта, небольшая история из моей жизни. Когда я только-только начала работать в своей компании, нам пришлось посетить огромное количество встреч, на которых нам рассказывали про бизнес, про миссии, про цели и, конечно же, про философию. Я сейчас нисколько не преувеличиваю, но было три встречи, на которых наши коллеги, наши боссы использовали одну и ту же презентацию и говорили практически одними и те же словами. Как вы думаете, сколько из всего произнесенного мы на тот момент запомнили? Может быть, даже меньше, потому что спасибо моему боссу уже после этого, я знаю философию нашего бизнеса. Но если бы у нас был ухмастер, который бы в конце каждой встречи задавал нам каверзные вопросы, я думаю, что мы запомнили бы намного больше. Мне бы хотелось представить Веру Бибикову, которая до сегодняшнего дня до конца не осознавала философию той компании, в которой она работает. Всем добрый день! Я опоздала на сегодняшнюю встречу, потому что невнимательно слушала объявление в метро. Я проехала всю станцию и немножко задержалась. Сегодня я представляю роль ухмастера. У меня был такой план. Есть ли кто-нибудь у нас в зале, кто в первый раз на встрече нашего клуба? Супер! Тогда мой вопрос вводит в кассу. Как вы думаете, вот из названия «Ухмастер» чем же этот человек может вообще заниматься? Чем угодно. Чем угодно. Так, ну а все-таки если подумать? Изюминку вставляет. Что делать? Изюминку вставляет. Если один как-то в металл это что-то, он изюминку. Изюминку вставляет. Он им поможет эту изюминку, что хотели сделать. Когда я впервые услышала название этой роли «Ухмастер», мне всегда вспомнился какой-то вот ухарь-купец. Я даже толком не подозревала, что обозначает это слово, но сегодня в метро я посмотрела. Это никак не относится к ухмастеру, ну кроме того, как это действительно должен быть такой задорный человек, который побуждает всю публику здесь сидящую на внимательное слушание. Вообще русский язык такой классный, что из меня одну букву в слове и разница очень большая. Вот разница между слышать и слушать. Есть? Конечно. Есть. Я тренер по продажам и я учу людей продавать. Все думают, что продавцы должны говорить, 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 говорить. Нет, уже все так не думают. Действительно, а что они должны делать? Слушать. Слышать, да? Абсолютно верно. Моя задача научить следить за тем, слушают ли они клиента, правильно ли они его услышали и попали ли они в точку. Поэтому сегодня я призываю вас всех внимательно слушать. Я буду задать вопросы, у меня есть целый рюкзак призов. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Конечно же, все мы знаем, что время и деньги – один из самых ценных ресурсов любого бизнеса, без которого, опять же, не было бы возможно ни качества, ни успеха. И сегодня мне бы хотелось пригласить Юлию Милованову, которая является экспертом по времени или хрометристом. Прошу вас обращать внимание на нее, на ее знаки, тогда, когда вы будете проводить свои речи. И пару слов, конечно же, перед тем, как я представлю. Я сегодня узнала, что Юля работает руководителем проектов в крупном российском производстве светового оборудования. И самое главное, наверное, это то, что ей очень близка философия ее компании, потому что она старанит рациональности и эффективности во всем. Эксперт по времени Юлия Милованова. Александра, большое спасибо за представление меня на этой сцене. И сегодня у меня одна из важных миссий. Я эксперт по времени. Кто из вас был на вечеринке в джазовой истории? Так вот, я там была претенденткой, участницей конкурса и выступала с одной речью про как раз-таки время. Ну, для тех, кто не был, я тезисно расскажу основной посыл. Однажды я ехала в командировку и опаздывала на самолет. Почему? Потому что я неправильно ориентировалась. Я посмотрела в билете на время вылета, но не на время окончания регистрации. И таким образом я прям тютерку в тютерку могла успеть на самолет. И благодаря стараниям таксиста, который гнал, просто превышал все видимые пределы скорости, который гнал по обочине, в итоге я успела прям вот как буквально в последнюю дверцу вагона запрыгнуть, успела на самолет. Но какая мораль? Первое. То, что не все таксисты, которые гонят по обычным актахам, возможно, они просто везут тех людей, которые не ориентируются во времени. И второе. Это то, что очень важно уметь самому ориентироваться во времени или иметь такого человека, который будет ориентировать вас в этом временном пространстве. Сегодня такой человек я. Я буду показывать вам такие цветные картинки. Если ваша речь должна через 30 секунд, если 30 секунд до нижнего предела вашей речи, я показываю зеленый огонек. Тут мне говорят, что что-то не так. Если достигла минимального предела, то зеленый, да, прошу прощения. Но это минус 30 секунд. Если у нас 30 секунд, остается до окончания вашей речи, то я показываю желтый сигнал. Если ваша речь достигла критического лимита, и у вас больше нет времени, я показываю красный сигнал, это значит, что вам нужно уже срочно заканчивать свою речь. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей жизни был такой человек, который будет постоянно рядом со мной находиться, немножечко меня подпинывать, и, наверное, контролировать то, как неэффективно я иногда трачу время на проекты, на какие-то жизненные вещи. Перед тем, как мы с вами присутим к основной части нашего сегодняшнего заседания и встречи, мне бы хотелось снова пригласить на сцену Дарья, чтобы она представила слово «Я». Да, у нас есть такая практика, мы объявляем слово «Дня», которое так или иначе связано с темой. Ваша задача – постараться внедрить в ваши речи, в ваше выступление как можно больше, но на самом деле, опять же, следите за красотой и за актуальностью этого. Слово «созидание». Соответственно, все одноклассные слова тоже будут в тему. Созидательные, созидающие, созидать и так далее. В конце нашей встречи я объявлю человека, который смог красиво внедрить как можно чаще слово «Дня» в свои выступления. Все, спасибо. Большое спасибо, Даш.